доброе утро мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала сегодня я вам хочу показать одну вот такую интересную коробочку как вы думаете что это рассказываю в израиле в садиках завтраков нет только обеды и поэтому детям на завтрак собирают такие чудесные коробочки ланчбоксы в которых каждая мама ну или бабушка кто собирает ребенка в садик приготовит то что любит их ребенок посмотрим что наша эллин любит и сегодня мы ей на завтрак приготовили яйцо отварное булочку она еще у нас любит пита и в ней нутелла паста вкусно детям очень нравится еще в эти ланчбоксы кладут овощи мы положили огурчик сегодня фрукты груша мандарин можно положить яблоки ну и конечно же к этому ланчбоксу прилагается а это главное бутылочка с водой бутылка с водой должна быть всегда с собой вот такие ланчбоксы мы берем с собой в садик ну и каждый ребенок берет разные обеду уже в садике есть ну вот мы собрались отправились в садик садик мы берем с собой вот такой портфельчик на колесиках и туда все складываем еду водичку а игрушки если захочется мы берем садик редко но иногда хочется поэтому берем с собой сегодня 3 ноября у нас с утра плюс 17 градусов тепло солнечно мы вот такие еще ходим раздетые радуемся солнышку да и линчик по машиночкой а или ну меня с утра конфетки живет уже в садике смотрите какие поделки из крышек из крышечка то бутылок можно сделать вот и вот рядом с нашим садиком находится школа вот так выглядит школы в израиле и вот что я хотела рассказать так же как и в россии здесь в школе есть приусадебный пришкольный участок как раньше называли у нас в россии ну и сейчас наверное тоже это участок на который дети выращивают учатся выращивать разнообразные овощные фруктовые культуры то есть приучаются к труду вот еще плоды висят на кустах вот такой шиповник крупный ведра пакеты корзиночки то есть сейчас уже урожай собран и участок готовят так сказать к зиме участок называется скольный сад вот так кажется вот такая вывеска на входе смотрите цветы но и грядочки также есть в израиле тоже очень красивые розы на домах еще висят флаг израиля так как первого ноября в израиле были выборы я возвращаюсь обратно здесь вот траву косят дворики облагораживают или подстегают симпатичные клумбы цветочные ухоженные полянки красивые кусты роз видите розы еще цветут в израиле ноябрь растения так обильно цветут но где такое еще увидишь как не в израиле деревья сейчас уже меняют свою окраску вот когда наступает золотая осень в израиле да осень в израиле теплая очень приятная и такое обилие красок просто радует глаз моя любимая прогулочная дорожка около дома смотрите какая пышная растительность ой как же здесь прекрасно вот такой небольшой парк рядом с нашим домом и опять же такое разнообразие красок такой симпатичный парк рядом с нашим домом такая прогулка когда вокруг тебя весело щебечут птички красивые растения цветущие деревья и кустарники все это очень поднимает настроение и я наслаждаюсь последними очками в израиле и скоро я уже возвращаюсь к себе домой в болгарию вот друзья немножко показала вам еще красоты ну а я с вами прощаюсь говорю вам пока пока до новых встреч в следующих встреч